Как можно за 10 минут рассказать о семи специях кратко и лаконично? Не знаю, но я попробую, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами обзором на свои любимые специи с сайта iHerb и не буду тратить ваше время сильно, потому что вы сами все попробуете и составите свое личное мнение. Вот она моя дружная команда моих верных и прекрасных помощников на кухне. Специи с сайта iHerb натуральные, ароматные, органические и они несравненно хороши, поэтому я постоянно их заказываю. Например, копченая паприка может превратить простую жареную картошечку во что-то очень-очень потрясающее. Буквально щепотка этой специи сделает блюдо вкусным и изысканным. Всеми любимая компания Фронтиер, от нее же я заказываю еще пищевую соду. Тоже готовлю с ней очень вкусные сырники, оладьи, добавляю выпечку и она очень-очень пышная получается. Также от этой компании я заказывала специи для пиццы, для итальянских блюд. Она называлась итальянская смесь. Она у меня благополучно закончилась, баночка не сохранилась, к сожалению. Но вот после этого я решила заказать еще. И так как на сайте не было ее в наличии, пришлось мне заказать просто орегано. Но я ничуть не пожалела, потому что вот она у меня уже баночка скоро половины не будет. И это естественно, потому что я добавляю ее и в омлет, и в салат. И она дает такой потрясающий аромат, очень тонкий, очень изысканный. В общем, конечно же, тоже рекомендую, друзья. Копчение происходит на древесных опилках, то есть это не какой-нибудь там дешевый ароматизатор, а именно натуральный вкус. Вот так выглядит специя. Яркая, насыщенная и очень-очень ароматная. Вообще, копченая паприка способна превратить любое блюдо во что-то, наверное, даже неузнаваемое. Поэтому вы сможете легко удивить и своих близких, и своих гостей. Также я люблю варить брасничный соус, и вот этот орегано подходит туда просто великолепно. Что еще? Кармелизировать лук, тоже добавляю эту специю. Рецепты вы можете найти в интернете, как это все сделать. В общем-то, все легко и быстро. У всех специй от Simply Organic идет вот такая крышечка-дозатор. Здесь можно маленькими отверстиями воспользоваться, а можно и вот этой. Очень удобно. Этот каенский перец я недавно показывала в своей распаковке посылки, и я его использую по чуть-чуть, конечно же, потому что он очень-очень острый. Ну вот видно, что я уже им пользуюсь. Мне очень нравится добавлять его в кофе утренний, такой бодрящий получается, согревающий напиток. Вообще я добавляю его везде, потому что мы любим острое, вот такое, со стринкой, с перчинкой. Вот, поэтому он, в принципе, везде хорошо идет. А это ярко-желтая специя, это куркума. Похожа на корень имбиря, очень полезный продукт. Многие готовят с ней золотое молоко, так называемое. Я добавляю часто в облепиховый смузи, мне очень нравится. Вообще, что делает, хорошо влияет на иммунитет, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, влияет на сосуды очень положительно. Полезная-полезная-полезная штука. Специя, которую я хочу вам показать, это смесь органических перцев. Она у меня уже, как вы видите, заканчивается. Очень удобно, потому что здесь мельница. Заказала ее на пробу, в первый раз, неизвестная мне компания. Ссылочка будет внизу, как обычно, под видео, можете посмотреть. И мне очень понравилось. Добавляю и в мясо, и в рыбу, в общем-то везде, где только возможно. Потому что перец, как вы поняли, мы любим. Напишите мне, пожалуйста, под видео, имеет ли значение для вас органический продукт или неорганический. Просто даже вот интересно узнать ваше мнение. Следующее, что я хочу показать, это чеснок, тоже органический. Здесь он высушенный и измельченный. Тоже Simply Organic. И, как обычно, вот такой дозатор двойной. Большое отверстие и много маленьких. Очень вкусный, ароматный, хороший такой чесночок. Вообще, если сравнивать с тем, что можно же добавить чеснок, раздавить его в чеснокодавилки, например, и добавить в блюдо. Это получается один вкус. Если вы добавляете сухой чеснок, это получается совершенно другой вкус. Иногда нужен чеснок в блюде, но не так ярко, как если бы он был просто свежий, нарезанный, допустим, или измельченный чесночок. Поэтому вот этот сухой чеснок иногда очень выручает. Тоже добавляю его и в утренние омлеты, и в какие-то бутерброды, и в салаты. Конечно, вкус особенно ярко раскрывается, когда вы уже готовите, то есть в горячем виде. Ну и завершение всей моей артиллерии, тяжелой, кухонной. Мои помощники, конечно, верные, потому что, действительно, всякое блюдо с этими специями приобретает какой-то просто очень-очень вкусный вкус. Масляное масло. Вот, хочу закончить я свой обзор солью. Это гималайская розовая соль. Тоже она мне нравится. В основном я использую ее в салатах, потому что у нее очень-очень полезные свойства. Я в это верю. И добавляю в основном салаты. Это Фронтиер. Тоже дозатор, как обычно. Вот такая вот соль. Я могу долго восторгаться этими специями, но вам нужно самим прочувствовать в своих кулинарных шедеврах. Добавляйте чудесные специи в свои блюда. Радуй своих близких. И приятного вам аппетита, конечно же. Надеюсь, что информация была вам полезна. Поэтому переходите по ссылкам, которые я прикреплю внизу к видео. И до новых встреч, друзья! Продолжение следует...